Я тут решил создать новый канал, научно-популярный, научно-познавательный, из Куготеева. То, что надо название, правда? Сейчас я вам кое-что расскажу. Вот для начала такая байка. Вот представьте себе, в камере заключённого одного убили. Семь ранений проникающих. Кто, что, допрашивают сокамерника. Как дело-то было? А, говорит, взял он заточку, поскользнулся и упал на неё прям. И так семь раз. Ну, понятно, бред, правда? И вот мне это очень напоминает историю, знаете, какую? Значит, вот сейчас в интернете бытует такая вот мулька о том, что в конце 18 века был всемирный потоп. В результате чего тут понанесло грязи. И вообще в больших крупных городах все первые этажи оказались под землёй. Да, вот там подвал, ещё первый этаж, и всё под землёй. Всё это засыпано с огромным слоем песка, который вот принёс потоп. Ну, естественно, официальные учёные, представители официальной науки в стране стоять не смогли, не утерпели. И в городе, в Санкт-Петербурге состоялся такой вот научный семинар, конгресс, не знаю, как сказать-то, конференция. И там выступали разные археологи, учёные, которые, значит, смеялись над этой гипотезой. Пытались её обсудить, доказать, что это не так. Но на самом деле получилось очень глупо. Вот как рассказывают про одну. Вот, говорит, улица была, на ней было полно грязи. Каждый бросал кучё попало под ноги. И вот один из соседей решил своё место в улице поднять. Насыпал он песочка. Соседи поглядели, к ним вся грязь течёт, тоже насыпали. И так друг к другу соревновались. И насыпали нас так много песка, и земли, и глины, что, значит, первые этажи ушли под землю. Вот так вот. Вот такая вот история. Ну, понятное дело, что это очень напоминает. И упал на заточку и так семь раз. Вот это вот очень напоминает, кстати говоря. Правда напоминает? Есть ещё одна такая тема в интернете. Тема о том, что земля плоская. Очень популярная тема. Один, значит, дяденька, зритель моего канала, он мне взялся доказывать, что земля на самом деле шар. Потому что если по ней попутешествовать и по ночам глядеть на небо, на звёзды, то оказывается, что на разных широтах вы будете видеть разные созвездия. Всё очень просто. Вот такое вот предложение у него, значит, было. Но я ему так это говорю, вы понимаете, в чём дело? Вот не у всех же есть возможность такая, чтобы путешествовать, ещё путешествовать, просто чтобы по ночам смотреть на звёзды. Потому что уж если люди куда-то едут, ну, по делам, по музеям, я не знаю куда, а не просто вот ночью выехать за город в тёмное место и смотреть, и смотреть на звёзды. Боюсь, что это вообще подозрение вызовет у местной службы безопасности. То есть приехали русские, собрались и ночью куда-то ушли. Посадят ведь, посадят. Ну, короче говоря, мне говорят, видите, в чём дело? Если вы бедные, значит, вы бесталанные и не смогли деньги заработать. А тут вас богатые обычно дурят и рассказывают, что земля плоская. Так простите, вы богатые? А он сказал, ну, я богатый, я много денег заработал в интернете. И говорит мне, что земля шар. Между прочим, обратите внимание, католическая церковь всегда считала, что земля шар. В ней с Галилеем были только разногласия о том, что Галилея говорила, этот шар движется вокруг Солнца, а церковь говорила, нет, это Солнце движется вокруг шара земного. Вот такие были. Вот все разногласия. А так никто с ним не сомневался о том, что это вот что есть что. Сейчас появились такие сложные всякие вещи, проективные геометрии, то-сё. И, в принципе говоря, она хорошо объясняет движение звёзд, планет по небу, всё, что хотите, с помощью, так сказать, проекции, проективной геометрии, даже если земля плоская. А уж все дети уже знают, что пространство бывает кривым, пожалуйста, и поэтому движение по дуге большого круга, который на самом деле на развертке не выглядит прямой, а на самом деле самый короткий путь, потому что это дуга большого круга, это круг, проходящий через центр Земли, сечение земного шара, проходящий через центр Земли. Вот вам надо из точки в точку, из Лондона, например, попасть, откуда-нибудь из Англии в Нью-Йорк, так вы плывёте к северу и столкнётесь с айсбергом, не дай бог. Как с Титаником была история. Ну вот. Ну, короче говоря, есть такая ещё штука у сторонников плоской Земли, то, что в Австралии построена грандиозная система заборов, несколько тысяч километров. Она уже существует более ста лет. Построена, как официально утверждает, для борьбы с распространением кроликов. Между прочим, очень интересные заборы, их очень много фотографий сейчас в интернете, видео есть. То есть забор, у него клетка вот примерно вот такая, да, кролик пролезет. Более того, значит, на поверху забора проложена, значит, спираль Бруно. Это вот из колючей проволоки такая спираль делается, да, ну, двойная такая спираль навстречу идёт. И если в неё попадёшь, ну, то запутаешься и, короче говоря, вот попадёшься, да. Это, видимо, что подходит кролик, ставит стремянку, залезает сверху, и тут бац, спираль Бруно попадается. Вот, чтобы ни один кролик не прошёл. Понятное дело, что такие заборы от кроликов не строят. Но вот нам уверенно так говорят, это от кроликов, это от кроликов, это от кроликов. Ну, понятно, что враньё. Это не от кроликов. Это что, какая-то зона 51 размером с Австралию? Может быть, может быть, не знаю. Я не знаю, что, но знаю, что здесь враньё. Я не сторонник того, что Земля плоская, хотя кто её знает, в конце концов. Космонавты ведь тоже богатые люди, да, им хорошо платят. Вот они и рассказывают, что Земля шарообразная, да, как Папа Римский. А вот пока наша религия не испытала влияние Запада, да, это было до Романовых, до их реформ, до раскола, то считали на Руси, что Земля плоская. А потом вот испортили, изгадили. И теперь, пожалуйста, шарообразная Гагарина запустили. А? Спутники пускали. Ну, что вы говорите. От русских всего можно ждать. Вот, короче, вот такая ситуация. Так вот, я вам перебору, что скажу. Я ведь не простак в науке-то. Я кандидат в физмат-наук, физик-ядерщик. И вот я вам сейчас расподелюсь своими сомнениями, сомнениями насчёт ядерного оружия. Понимаете, первая конструкция, схема конструкции ядерной бомбы, мне попалась на глаза в учебнике для восьмого класса. Я считаю, что я ещё не учился в восьмом классе, но, естественно, его, значит, просмотрел. Там было написано, как встроена атомная бомба. Всё очень просто. Есть, значит, делящееся вещество, например, уран-235 или плутон-239. Ещё уран-233. Вот, вот это вот вещество. Если собрать его много-много, в нём пойдёт цепная реакция, которая будет лавинообразно нарастать и произойдёт ядерный взрыв. Но чтобы собрать его много-много, их надо вот навстречу друг друга два полушария быстро кинуть, да, бум. А если хотим сделать большую бомбу, это не одно полушарие, а несколько сегментов шара так сблизить. Но самые модные сейчас атомные бомбы из плутония. У него не так это действует. Берётся шар плутониевый, и со всех сторон он обжимается взрывом равномерно. Когда он обжат взрывом, плотность его увеличивается, и достигается вот та самая величина, которую называется критическая масса, и начинается цепная реакция, ядерный взрыв. Ну, водородная бомба чуть-чуть отличается снаружи вот эта оболочка из того вещества, которое будет участвовать в термоядерном синтезе. Либо это смесь диетели и трития, либо это диетрит-лития, из которого нейтроны ещё и тритий создадут, всё, что хотите. Вот, нейтроны ядерного заряда. Но, как расстраивается этот взрыв? Это вот для школьника восьмого класса этого рассказа достаточно. А вот для кандидата физмат-наук, для физикоядерщика не всё понятно. Дело в том, что он знает, что вот этот процесс обжатия или сталкивания должен быть очень равномерно организован. Для этого нужно специальное устройство, которое генерирует набор вот этих вот импульсов, подающихся на детонаторы. Иногда это должно быть импульс в определённой последовательности идущей, потому что расстояние до детонаторов разное. Ну, в общем, это целая песня. Как это достигается? Отвечают. Это достигается с помощью устройства, которое называется, так сказать, Крайтон. Когда я делал видео, байки Бояршина назывались, для первообразовательного канала, я сделал там такое видео про Крайтон, байку такую. Её не выпустили в эфир. Вот надо же, да? Ну, потом, правда, выпустили. А, кстати говоря, сейчас в интернете Google не даёт ссылку на устройство под названием Крайтон. Писатель такой, оказывается, из Крайтон, который написал про парк юрского периода. А вот про устройство нет. Так, ну, как же нам объясняли, как устроено устройство это? Устройство сделано следующим образом. Это, значит, электронная схема. Но в силу того, что работает она в условиях очень высоких уровней радиации, эту электронную схему нельзя сделать полупроводниковой. Просто полупроводники не смогут работать при таком большом уровне излучения. В них будут темновые токи большие. Поэтому это лампы электронные. Но чтобы сгенерировать импульс, нужна газонаполненная лампа, терротрон. И на этом объяснять заканчивается. Но, простите меня, терротрон – это газонаполненная лампа. Есть такие два понятия – прочность и устойчивость. Сейчас объясню вам. Прочность – это вот как. Вот действует фактор, например, радиация. Подействовала и перестала действовать. А оно работает. Ну, вы уронили что-то на пол, ай-яй-яй, подняли. А оно работать будет. Всё. Это прочность называется. А вот устойчивость – это когда вы ударили молотком. А он как работал, так и работает. Ещё. А он как работал, как работал. А вы его облучаете, а он работает. И всё. Так вот, я вас уверяю. Если вы будете облучать газонаполненную лампу, в этом газе возникнет ионизация. Этот газ просто станет проводником. Он закоротит все электроды. И Крайтон работать не может. То есть, всё дело в том, что вот этот вот Крайтон не может существовать. То есть, так и остаётся загадка, каким же образом подать эти импульсы. Потому что, вообще говоря, такого способа просто нет. Ну как, либо полупроводники, либо лампы. Если лампа газонаполненная, она и работает. Есть ещё варианты? Нет вариантов. Вот когда впервые в Советском Союзе испытали атомную бомбу, то, значит, ТАСС, телеграфное агентство СССР, заявило. Значит, в Советском Союзе испытано ядерное оружие. Тайны атомного ядерного оружия больше не существуют. У меня раньше и до сих пор, вот когда я говорю, тайны ядерного оружия больше не существует, наворачиваются на глаза слёзы. А теперь я понимать это стал глубже. Что значит тайны ядерного оружия? Вот смотрите. Американцы создали ядерную бомбу. Благодарные Советскому Союзу за то, что он один на Восточном фронте вёл долгие годы борьбу с гитлеровским фашизмом, нацизмом, спас восточноевропейских евреев от полного уничтожения. Благодарность ему за это американские физики еврейского происхождения передали советской разведке ту самую тайну ядерного оружия. Американцы перешипнули эту тайну британцам, британцы сделали бомбу. Не знаю, кто перешипнул эту тайну французам, французы сделали бомбу. Советский Союз перешипнул эту тайну китайским товарищам, и они сделали атомную бомбу. И всегда вот так вот. Кто-то передаёт тайну. Французы перешипнули Индии. Кто-то перешипнул Пакистану. Вот Пакистан, как говорят, перешипнул Северной Кореей. Кто-то перешипнул это дело ещё и Ирану. Иран теперь тоже на пути к ядерной бомбе. Но вот понимаете, в чём дело? Ведь во всех этих странах живут образованные люди. Ну вот вроде меня. И они читали учебник физики для восьмого класса. И там есть схема атомной бомбы. Ну ребят, ну обогащайте уран. Центрифуги, они грубо говоря в магазине продаются. Ну дорого стоят. Но продаются. Чё вам это мешает обогащать уран-то? Ну сделайте вот гексофторит урана. Ну что там? Это химия. Но вот тайна. Её нужно, чтобы кто-то перешипнул. Вот эта вот тайна чего? Крайтона. А может быть нет никакой атомной бомбы? Может это как джин, помните, вот из такого вот вылетал. Вот он джин такой вылетел и всё испепелил. Как вам? Нравится? Кстати говоря, авторитетный автор Марко Поло, он писал об огнедышащих, там джирджисы что ли они, да? Они, кстати, живут на берегу Герканского моря, Каспийского. Вот с той стороны, где сейчас Туркмения. Вот там они живут. Джирджисы огнедышащие. Марко Поло сказал. Сам, говорит, видел. Потом на основании книги Марко Поло Христофор Колумб открыл таки Америку. Он пользовался сведениями о размерах, так сказать, Евразии, взятых у Марко Поло. Точные были сведения. Евразия кончалась где-то посреди Атлантического океана. Вот. Если бы он так не ошибся, то не открыли бы Америку. Вот. Ну, по крайней мере, Колумб бы не открыл. Колумб Америку открыл. Великий был моряк. Вот как её делал. Ну, в Европу привёз он табак. Во всём есть зло своё, да? Видите, какая штука. Да. Ну, вот как занято. Ну, вот. Ну, вот с почином я вот первую передачу сделал для своего будущего канала. Скушнотеева, да? Или Скушнотеева. Или как там, вот такой вот какой-то канал. Вот. Ну, он нуждается в деньгах, подпитках, да. И я нуждаюсь, и канал нуждается, чтобы шик был, чтобы заставка, чтобы постоянный праздник. Ну, в общем, деньги мне нужны, присылайте их. Внизу есть номер моей Сбербанкской карточки, он цифрами кончается. 32-43. Там же все полные реквизиты банковские. Можете с любой точки земного шара, где только есть банковская система, прислать мне свои деньги, юани, шекели. С большим уважением принимаются шекели. Вот. И можете ещё мне прислать деньги на PayPal, тоже международная система. Яндекс.Деньги, Киви, кошелёк. Это, по-моему, наше. Санкционное для вас, для заграничных. Ну, а нашим вполне доступное. Вот такие вот дела. Жду ваших денег. А вы ждите от меня новых интересных рассказов. До новых встреч. До новых статей для Журналь де Пари. Фильм такой один закончился. Любимый фильм моего детства. Не смотрели? Тени над Нотр-Дамм. Вот они, тени. Тени над Нотр-Дамм.